То, что люди уже в состоянии объединяться, скажем, на экологические темы, на какие-то экономические темы, вот на такие общечеловеческие темы, потому что историю и проблему горы кустов нельзя однозначно классифицировать как какую-то политическую или экономическую, или природную, химическую проблему. То есть это очень такая всеобъемлющая история, она в себя все впитала, и национальное самосознание, и историю, и конфликты, с крупным промышленником, и экологический аспект, и так далее. Но, повторюсь, она при всей своей замечательности не смогла послужить источником того, о чем вы мечтаете, Айдар, то есть о быстром и эффективном объединении общества. Это у нас все еще впереди, потому что, простите, мы почти сто лет разрушали самосознание населения и общества, и одного, пускай даже очень яркого примера, наверное, недостаточно для того, чтобы вдруг люди там очнулись, одумались, осмыслили и, как вы вот говорите, пошли голосовать на выборы. Хотя идти на голосовать на выборы, это, скажем так, неоднозначный, наверное, признак возникновения самосознания, на некоторые выборы ходить и вовсе не нужно. Так что вот у меня такое ощущение от этого, что, наверное, не надо было ждать очень многого, но на локальном, каком-то вот местном уровне нужно сделать очень много выборов. Вот это нужно обязательно сделать, нужно обязательно запомнить этот день, ну, я не говорю, что его нужно сделать там днем башкирского самосознания или прочее, или там днем победы над радиом Хабировым, хотя очень хочется, но, тем не менее, вот этот прецедент должен постоянно анализироваться, и мы должны понимать, что что-то возможно, что-то тогда случилось очень важное. И также нужно понять реакции властей. Вот мы сейчас, ну, у нас нашу нынешнюю власть уже молодой, назвать нельзя, три года они у нас в власти, пора бы делать выводы. Да, вот эта вот история с Куштал, это очень важный материал для того, чтобы понять сущность команды Хабирова, его окружения, того, куда они двигаются, на что они способны, кстати говоря, да, то есть в крайней ситуации и прочее, прочее. Вот это очень важный материал для понимания. А формирование гражданского общества, это впереди у нас. Конкретные личности из политической элиты региона уже, можно сказать, присвоили эту победу на Куштал протестующих себе. Например, лидер «Единой России» Рустам Ахмадинуров неоднократно у себя в соцсетях писал, что вот народ Башкирии мы победили, мы одержали победу, и, значит, сейчас башкирская содовая компания таким образом перешла в собственность Башкирии, хотя бы частично, да, и мы имеем у себя под контролем контрольный пакет акций. Это успешный шаг, так скажем, политтехнологический со стороны «Единой России», политической элиты, что иногда одно и то же, или не стоило им так поступать? Я понимаю, да, вопрос. Это единственно возможный, на самом деле, ответ со стороны партии власти. К сожалению, в Башкирии ее возглавляет вот настолько неспособная, ничтожная фигура, как Ахмадинуров, которая не в состоянии облачить даже, в общем-то, несложные тезисы в более-менее понятную форму. Какое отношение имеет партия «Единая Россия» к имущественному комплексу, совершенно непонятно. Ну, если только действительно Ахмадинуров не состоит на содержании УБСК. Совершенно непонятно, каким образом можно утверждать, что Башкирия получила контроль, ну, вернее, получила в собственность это предприятие, тогда как Де Юра, собственность предприятия, перешла в Росимущество. Да, у нас есть управление и прочее, то есть, наверное, есть влияние на административные процессы внутри этого предприятия, но тут Ахмадинуров, конечно, в отчаянии, видимо, потому что, ну, подавляющее большинство тех реакционных сил, которые выступали на стороне вот этих вот непонятных темных сил на горе, это были члены партии «Единая Россия». Во многом яркие представители партии «Единая Россия» возглавляли эти боевые отряды, этих боевиков. Так что, ну, один из видных, знатных единороссов Башкирии, господин Сизякин, непосредственно, значит, координировал действия этих людей, которые, ну, в общем-то, прошли по грани от уголовного состояния, на самом деле, в этих вот драках, в этих стычках с протестующими. То есть, конечно, если брать и оценивать вообще роль «Единой России» в событиях на Куштаву, ничего такого, ну, почетного и замечательного мы не наблюдаем. Естественно, сейчас «Единой России» нужно очищаться от этих картофельных очисток, нужно как-то немножко попытаться хотя бы выглядеть пристойно. И вот Ахмадинуров, ну, как умеет, так и говорит. Я повторюсь, выбор вот этого персонажа для представления партии в Башкирии – это колоссальная ошибка. Ну, при этом, вот вы упомянули Александра Сидякина, например. Вы знаете, очень много инфоповодов связано с его персоной, но при этом он не идет ни на какие контакты, очень редко что-то комментирует, либо не комментирует вообще. Мы не видим его в публичном пространстве практически. То есть, где-то там что-то он делает, да, и даже журналистам часто неизвестно, что именно. В случае Рустема Ахмадинурова он выступает, наверное, как больше, как открытый функционер «Единой России». Это ли не лучший выбор сейчас в тех условиях, в которых «Единая Россия» существует, ставить такого человека, или все-таки нет, или это неправильно было? Ну, понимаете, чтобы человек выглядел достойно на том месте, которое ему доверили, я имею в виду Ахмадинурова, ну, нужно как минимум обладать соответствующими качествами. Ахмадинуров ими не обладает. Я не понимаю, почему это не понимает руководство «Единой России» федеральное, но я знаю, как произошло взаимодействие здесь между господином Турчаком и Ахмадинуровым. Кончилось с тем, что господин Ахмадинуров был вынужден прятаться вот в здании конгресс-холла там в укромных уголках, лишь бы только до него не дотянулись руки однопартийцев. Ну, в общем, нет, конечно. Еще раз повторю, Ахмадинуров — это позор «Единой России» в республике Башкортоска. Кстати, о реакции власти. Тут недавно, буквально на минувших выходных, защитники Шихана Куштау организовали мероприятие в честь годовщины. Это фестиваль «Куштау-фест» и научно-практическая конференция. Общество, власть и природа, кажется, в другом, правда, порядке. Да, я сейчас не помню, в каком именно. Общество, кстати, на первом месте, насколько я знаю, это показательно довольно. К людям, к тем, кто был, можно сказать, ключевой фигурой во время протестов в прошлогодних, пришла полиция за несколько дней до этих мероприятий, принесла официальное предостережение о недопустимости, цитаты, продолжения антиобщественного поведения. Вот эта реакция, она разве приводит к чему-то хорошему? Разве это плюс для политэлиты, для силовиков? Разве это не раздувает конфликты еще больше? Почему такие шаги совершаются? Ну, тут надо понимать, в первую очередь, механизмы, как это работает. Полиция действует в абсолютном отрыве от политических реалий. У них есть сигналы и рефлексы. То есть, речь идет о том, что вот некий список людей, которые были отмечены на горе Кушталлы, которые продолжают, ну, так или иначе, какую-то политическую, общественную деятельность, они попадают в круг, значит, интересов силовиков и автоматически попадают в этот список предостережений. Это действительно, вот в данном случае, это реально 100% предостережение, потому что всем было прекрасно понятно, что на самой горе никаких массовых мероприятий не планируется, ну, в связи с пожарами вот этой ситуации. Многие известные активисты этого движения официально сообщили о том, что действительно ничего не случится, и полиция здесь, как говорится, перебдела, да? Но это автоматическое действие, они так делают всегда теперь, в последние годы. То есть, это такой у них вот рефлекс. Они просто приносят эту бумажку. Случится, не случится, планируется, не планируется, на всякий случай, потому что потом технически и процедурно будет проще человека привлекать к ответственности, если что-то случится, потому что уже было предостережение. Вот примерно так это работает. Это дело, в общем-то, не в том, что полиция как-то некрасиво выставила элиту. Вот элита здесь, если она вообще у нас есть, она здесь совершенно ни при чем. То есть, это действие чисто правоохранительных органов абсолютно превентивного характера. В Москве буквально вчера УВД «Инфо» сообщило, что к нескольким активистам, они назвали примерно 20 человек пока что, дали об этом знать, пришла полиция. И якобы данные этих людей оказались в якобы слитой базе сторонников Алексея Навального. Я уж не знаю, как и когда эта информация собиралась, и в каком формате, и так далее. Но, во всяком случае, мы видим эти визиты полиции. Стоит ли ожидать подобного в Башкирии? Или это некий такой то ли психоз, то ли просто какая-то другая реакция именно московских силовиков? Да, я думаю, что это реакция именно московских силовиков, во-первых. Во-вторых, вот эти вот манипуляции информационными поводами, они продолжаются. Я вообще даже не верю, что существует подобная база. Просто дело в том, что все очевидные активисты движения Алексея Навального, они, в общем-то, никогда не скрывали того, что они активисты этого движения. Они всегда были в соцсетях, достаточно было карандаша и листа бумаги, и там какого-то количества времени, чтобы в соцсетях поименно определить этих людей. Соответственно, я даже не верю в то, что существует подобная база. А уж в то, что она там слилась из штаба Навального или не слилась, это такие какие-то грязные игры абсолютно. То есть мое отношение такое. Потому что здесь почти не было никакой конспирологии, чтобы ее тут порождать на пустом месте. Это довольно глупый ход, но как есть, так есть. Подобные действия силовиков, можно ли сказать, что они станут причиной угасания протестных настроений, или даже не настроений, а скорее угасания публичных протестных акций и так далее? Сложно это прогнозировать. Важнее понимать то, что протестные настроения постепенно в России переходят в протестное состояние. Вот когда люди уже органически не приемлют власть, никогда они против какого-то конкретного человека. Я помню, какое раздражение вызывал Медведев. Помните, да? Вот он лично, персонально вызывал некое раздражение. Сейчас это раздражение выродилось и переродилось в раздражение в виде некого поля. Не воспринимают никого, ни Путин, ни Шойгу, ни Медведев, ни наш министр иностранных дел. Все они вызывают глухое раздражение. Вот это раздражение в виде состояния. Это значительно сложнее, значительно труднее преодолеть, чем протестные настроения. И вот с этим бороться, пожалуй, будет невозможно путем вот этого точечного террора, через каких-то активистов, потому что вот это состояние уже становится действительно массовым. Я это вижу по общению с людьми, с большим количеством людей, которые в разных ипостасях со мной контактят и прочее. То есть и в том числе на тех мероприятиях, которые прошли там в рамках вот этих конференций «Справедливая Россия» и прочее, там тоже очень большая была обратная связь с людьми. Вот тот уровень раздражения, который мы сейчас наблюдаем, он колоссальный, он абсолютно бескрецедентный. Я не знаю, с чем это сравнивать, даже с 90-ми годами, наверное, сравнить сложно. Вот сейчас так, но пока это все на кухне, пока это в головах. Но с другой стороны, с этим никак не может бороться никакая правоохранительная система. Это раздражение возревает, оно набирается, и оно в конечном итоге каким-то образом начнет реализовываться. Там на улицах или еще где-то, я не знаю. Вопрос от слушателя. Вернемся к Ахмадинурову. Он говорит, почему позор в том, что публичен, открыт и говорит, что думает, лучше бы был закрытым. Его предшественник Гиз Затулин вообще не комментировал ничего. Ну, завершая тему Ахмадинурова, я вообще не склонен обсуждать эту ничтожную фигуру, если честно. Но если уж так хочется нашим зрителям, я процитирую ради Хабирова. Обращаясь к Ахмадинурову и оценивая его деятельность, ради Хабирова сказал, с такими друзьями врагов не надо. Это дословно. Вот, собственно, вам ответ на этот вопрос. Качество Ахмадинурова в этой фразе, они полностью сконцентрированы. Если уж друг ради Хабирова заменяет ему некое количество врагов, ну, что тут говорить. Давайте вот эту тему закроем. Мне, честно говоря, вообще неинтересен Ахмадинуров, но, надеюсь, вам тоже. Хорошо, тогда перейдем к выборам. И в целом мы говорили о протестной повестке, о настроениях и так далее. Как вы считаете, если бы вот сегодня прям прошли эти самые выборы в Госдуму, сколько бы набрала «Единая Россия», если предположить, что выборы честные и результат истинный? То есть мы попадаем в страну грез, где нет фальсификации, где выборы честные и абсолютно точно подсчитываемые. Ну, мой арифметический прогноз следующий. Значит, «Единая Россия» на данный момент, ну, скажем, если брать Башкирию, то есть такой средний, такой лояльный регион, да, то есть это не Петербург, не Екатеринбург, не Москва, то в Башкирии «Единая Россия» набрала бы 30-35 процентов. Это точно. Ну, вот сейчас будучи, будь сейчас выбор и не участвуй в них, например, там Илона Макаренко, Ради Хавиров и прочие мастера. Соответственно, все остальные 65 процентов распределились бы между другими партиями. Увы, мне представляется, что довольно большой процент получили бы коммунисты, и я полагаю, что этот процент мог бы быть, ну, если не равным «Единой России», то в районе где-нибудь 20-25 процентов точно. Ну, вот и все остальное разделяется между теми, там, ну, условно, 12 партиями, которые зарегистрированы сейчас, или 11 еще партиями, которые зарегистрированы, кроме «Единой России» и КПРФ. Ну, конечно, ничтожный процент за всякими новыми людьми и прочими зелеными, синими и оранжевыми. Наверное, процентов 15-17, может быть, даже до 20 набирала бы «Справедливая Россия», если бы правильно считали голоса. Ну, вот и все остальное между… У нас в Башкирии сильно просела ЛДПР, и даже если считать ее голоса честно, то, наверное, это все-таки не более чем 5-7 процентов, если по-честному. Ну, и все остальное уже вот по мелочи, это уже стат погрешность там вот между всеми зелеными, синими и новыми. А яблоко? Примерно так. Ну, яблоко в Башкирии не набирало, вернее, не набрало бы сейчас и даже 2 процентов, пожалуй. Ну, при этом я был вместе с коллегами-журналистами на выборах в Горсовет в Нефтекамске, где местное отделение городского яблока довольно, как мне это показалось, во всяком случае, популярно. И там, на участках, где были независимые наблюдатели, вот, например, движение «Голос», результат был явно выше 5 процентов, при этом явка тоже была низкая. А вот те участки, где этих наблюдателей не было, это примерно половина, там результат оказался ниже 5 процентов, таким образом, представительство свое яблоко не получило в новом составе Горсовета. Даже если в Нефтекамске, в небольшом российском провинциальном городе, я прошу прощения, никого не хочу обидеть, но мы видим, да, показатели по сравнению, например, с Уфой или Москвой тем более, даже если там яблоко набирает на участках некоторых больше 5 процентов, неужели по Башкирии, в целом, в Уфе, например, такого результата не стоит ждать? Ну, здесь есть некие феномены, Нефтекамск вообще нетипичный город, я очень хорошо знаю там электоральную ситуацию и раскладку по партям и прочим вещам, там очень много странных вещей, например, нынешний городоначальник Мавлиев, он вообще справедливо рос, в недавнем прошлом он вышел из «Справедливой России», и вообще долгое время был депутатом Горсовета, как член «Справедливой России». Нефтекамск нетипичный пример, на его примере нельзя рассматривать, и тут очень большое значение играет роль личности в конкретном муниципалитете, то есть, да, есть муниципалитеты, где есть яркие фигуры, и, по сути, их избирателям все равно, в какой партии они состоят, ну, за исключением, условно, «Единой России», если бы вот эти люди, которые шли, из-за которых дали вот эти голоса нефтекамцы, были в «Яблоке», в «Справедливой России», в ЛДПР и даже в КПРФ, все равно бы за них было бы столько же голосов. То, что местная власть у них украла голоса на соседних участках, где не было наблюдателей, ну, это тоже очень, ну, типично, но здесь, как говорится, нефтекамск ни при чем, это общая система. Но я бы все-таки не оценивал ситуацию в Нефтекамске как некую типичную. «Яблоко» в глубочайшем кризисе в Башкирии уже давно, причем он как бы и технический, и людской кризис, ну, с приходом туда всяких вот этих вот Гайсиных и Абрамичевых, это просто превратилось в некий балаган. Естественно, даже те, кто, ну, как бы идеологически был на стороне «Яблоко», сейчас смотрят на вот эти фигуры и понимают, что, ну, это все, это крах, как бы это уже полная катастрофа. И, соответственно, даже они отворачиваются от этой партии по составу, условно говоря. Ну, и последние заявления господина Явлинского, конечно, популярности партии не прибавили среди либерального электората, а именно этот электорат был основной, как бы, базовой, ну, такой, опорой для «Яблока», соответственно, ну, тут вот в комплексе все это вместе. Ну, в Башкирии особенно тут еще нужно понимать, что несколько последних, ну, наверное, даже десятилетий, лет двадцать, наверное, «Яблоко» планомерно разлагалось в Башкирии. Андрей Сергеевич, я вот хотел бы продолжить, мы с вами про партии говорили, и тут буквально на днях стало известно, что КПРФ займет первое место в бюллетене. И уже фотографию, примеры этого бюллетеня я видел, и там четырнадцать партий, огромные просто бюллетени, можно это прикрываться, если захотеть. КПРФ на первом месте. Как это отразится на количестве голосов, отданных за эту партию? – Практически никак не отразится. Есть, конечно, некий процент, но на уровне, там, статистической погрешности, люди, которые, там, по ошибке голосуют не туда, да? То есть, ну, это как, вот, знаете, даже вот эти дублеры-однофамильцы работают лучше, чем принцип расположения партии в бюллетне. Безусловно, первое место – это заметно, это приятно, и это инфом-повод, но не более того, то есть какие-нибудь там сотые, тысячные процентов, может быть, этот факт даст в целом по стране КПРФ. Так что я бы не стал этому придавать какого-то глобального значения, это мелочь, но приятно, так называемое. – Вы говорите, по ошибке голосуют, а это подразумевает, я так понимаю, если, так скажем, основываться на законах логики, что люди идут, уже зная, за кого голосовать? – Ну, какая-то, тут же, как сказать, принцип очень разный, кто-то вообще принимает решение внутри кабинки для голосования, кто-то заранее продумывает это все, кто-то колеблется между двумя-тремя вариантами, там, прочее. То есть, есть спонтанное голосование, есть голосование в последний момент, есть голосование вопреки, есть голосование абсолютно осознанное, да? То есть, вот как, там, членам исполкома «Единой России», естественно, наверное, было бы странно проголосовать за кого-нибудь, они пойдут голосовать за «Едину Россию». То есть, я повторюсь, положение партии в бюллетне, в смысле положения, в какой строчке находится партия, имеет не очень большое значение, я бы сказал, ничтожное значение для выбора избирателя. То есть, в конечном итоге избирателю не лень пробежаться глазами, там, это же всего лишь одно мгновение, чтобы спуститься взором от первой, там, до, например, шестой строчки. Так что, без проблем совершенно. Вы знаете, тут несколько наших зрителей в Ютубе написали про дело Рамели Саитовой. Почему сейчас об этом вспомнили снова? Потому что прямо сейчас проходит судебный процесс. Очередное заседание. Ранее суд продлил арест Рамели Саитовой, общественницы, которая подозревается в призывах к экстремизму, почти до какого-то октября, это почти год. Она уже будет находиться в СИЗО, вероятно. Скажите, вы вообще согласны вот с таким решением суда и правоохранительных органов не под домашний арест ее поместить, а именно оставить в СИЗО? Ну, звучит это очень провокационно, на тему согласен, не согласен. То есть, решение суда у нас носит силу закона, соответственно, как бы не соглашаться с законом, это уже преступление. Я бы порассуждал эмпирически. На мой, так сказать, субъективный взгляд, скажем так, Рамеля Саитова нездоровый человек, поступки которого нельзя оценивать с точки зрения общепринятых норм. Есть исключения для людей с психическими отклонениями. И если бы это подтвердилось необходимыми экспертизами, то было бы справедливо и правильно определять для нее меру пресечения, меру лечения, меру, так сказать, социальной защиты, вот с учетом вот этих вещей. Я всегда говорил, я лично знаю Рамелю Саитову, мы с ней встречались и общались, у меня есть стойкое ощущение определенной неадекватности. Я не знаю, насколько эта неадекватность развелась в дальнейшем, встречались мы давно. Но, на мой взгляд, поступать подобным образом с человеком, опять же, я повторюсь, на мой субъективный взгляд, больным, несправедливо и жестоко. Придавать ей значение политической мученице, носительницы национальной идеи, выразительницы какой-то, значит, вот этой вот концепции, это так же глупо, как, ну вот, условно говоря, вслушиваться в бред сумасшедшего, который там что-то несет, что-то предлагает и там опасается летающих тарелок. Ну, это, опять же, говорю, это мое оценочное суждение, потому что я не врач, не прокурор, не следователь, не обладаю полнотой знаний на эту тему. Интерес к деятельности Рамеля Саитовой, на мой взгляд, искусственный, и он раздут, и вот эти периодические, дело в том, что вы не исключение, в любые чаты пишут тему Рамели Саитовой, понимаете, там, по поводу, там, приготовления плова, различий политических партий, каких-то, значит, пожаров и спортивных достижений, во всех этих чатах есть активисты, которые вставляют свои сообщения про Рамелю Саитову и требуют это прокомментировать. Мы с вами теряем время и отклоняемся от темы нашего разговора. Хорошо, не будем отклоняться, вернемся к выборам «Справедливая Россия». Вы говорили, что «Справедливая Россия» наберет довольно приличный процент в Башкирии, если бы выборы были честными, на ваш взгляд. Сейчас поменялось руководство башкортостанского отделения этой партии. Ранее возглавлял филиал Юрий Игнатьев. Сейчас его сменил Гаджимурат Амаров, депутат действующей Госдумы от Башкирии, кандидат в депутаты следующего созыва федерального парламента. И Амаров обвинил Игнатьева в лоббировании кандидатов от «Единой России». Даже вот так, какой-то конфликт там возник, тут Игнатьев тоже ответил, мы сегодня публиковали его мнение. А неужели «Справедливая Россия» становится такой некой оппозицией в нашей республике? Ну это действительно так. Тут примечательно не то, что произошла перепалка между нынешним руководителем и предыдущим руководителем. Игнатьев, на мой взгляд, абсолютно пустая величина с точки зрения политического влияния и участия вообще в политической жизни Башкирии. У него нет никакого морального и политического права вообще выступать от лица партии. Хотя бы потому, что он ровным счетом ничего не делал, будучи руководителем этого филиала, кроме как фактически способствовал разложению этого всего. Причиной смены этого руководства в первую очередь было бездействие того аппарата, который сложился здесь, на территории Башкирии. Тут очень важна история вот этого филиала партии «Справедливая Россия» в Башкирии. У нас эта история очень необычная. В отличие от, ну, наверное, стандартной истории во всех регионах России, где присутствует эта партия, она присутствует во всех регионах. Долгие годы филиал, как вы называете, а на самом деле региональное отделение партии «Справедливая Россия» в Башкортостане контролировал лично ради Хабирова. Лично контролировал. То есть тогда, когда здесь был Хамитов, этот филиал был под его контролем, беспрестанным контролем, руководил им его лучший друг Константин Шагимуратов, который теперь с подачи того же Хабирова руководит контрольно-счетной палатой Республики Башкортостан. И вот это был такой конгломерат. И очень тем страннее то, что произошло сейчас, когда у человека, которого рекламируют, я имею в виду Хабирова, которого рекламируют как большого специалиста в политических играх, между партийных процессах и прочих вещах, напомню, работая в администрации президента, он представлял администрацию президента в Государственной Думе и взаимодействовал с партиями. И вот на фоне подобной репутации, которую ему в большей степени, конечно, создавал господин Мурзагулов, это все дело, значит, рассказывая нам, очень странно выглядит, когда одним движением у него из-под носа уводят партию, которую он как бы контролировал на протяжении многих лет. Вот это та особенность, которая есть в Башкирии у «Справедливой России», и это очень странно, это смешно, и это очень характерно с точки зрения того, что происходит в политическом пространстве. Станет ли «Справедливая Россия» оппонентом действующей власти в Башкирии? Это однозначно да, станет. Станет ли она оппозиционной партией в полном представлении? Я не уверен, не могу сказать, потому что сама концепция «Справедливой России» не подразумевает кардинальной апелляции к действиям федеральных властей. Мы помним, что и господин Миронов, да и, собственно, и господин Амаров достаточно лояльно и с пониманием отнеслись ко всем кардинальным и главным начинаниям и президента Путина, и парламентского большинства и прочих вещей. То есть тут речь идет о региональном противостоянии, о том, что Хабиров и его, собственно, куратор выборов Сидякин выбрали неверную концепцию взаимодействия с партийными отделениями на территории Башкирии и породили тем самым конфликт. Если бы здесь была модель, которая распространена везде в России и в Москве в том числе и в парламенте в том числе, то есть учитывание интересов политических партий и взаимодействия между ними, наверное, этого бы не случилось. Но получилось так, как получилось. И Миронов, и Амаров вступили в открытый конфликт с Хабировым. Я полагаю, что это, конечно, для Хабирова урон и ущерб, безусловно, и политический, и, собственно, и финансовый, потому что это будут большие расходы на все вот эти вот противостояния и прочее. То есть, ну, вот команда Хабирова в очередной раз показала, что без конфликтов она существовать не может. То есть, вот вкратце, что случилось со Справедливой Россией, а дальше посмотрим, что будет дальше. Слушатель, нам пишет, Амаров пиарится не более. Если так переживает за народ, пусть едет бороться с несправедливостью в Дагестан. Кстати, вот по поводу Гаджимурата Амарова, он ведь выдвигается не только от Башкирии, но и от Дагестана. И это, мне кажется, чем-то странным. Вы так не думаете? Нет, технологически это не странно. Так поступают многие партии, баллотируясь в разных регионах и прочее. То есть, технически это возможно и разрешено законом. Насчет того, что звучат вот эти призывы, там, езжай к себе в Дагестан, ну, тогда пускай ваш уважаемый зритель, я не знаю, как его зовут, он тоже самое посоветует сделать господину Курбанову, который выдвигается от партии «Единая Россия», тоже дагестанец и, между прочим, депутат от КПРФ, на данный момент действующий. Представьте, какой интересный цирк. Депутат от КПРФ, действующий сейчас, выдвигается от «Единой России», будучи дагестанцем, и депутатом он является в Крыму. Вот это вашего зрителя не смущает никак? Он никуда не хочет Курбанова отправить в какие-нибудь тоже горы? Отправьте туда же Морзаева, который приехал сюда к нам тоже с гор. Вот ваш зритель пускай напишет и Морзаева, пускай в один пароход туда же, паровоз, самолет или куда. И вообще вот эти националистические разговоры, которые являются основной темой оппонентов Амарова сейчас, они на самом деле иллюстрируют ту беспомощность, с которой сейчас столкнулся и Хабиров, и его команда. Ничего лучше, чем как начать советовать Амарова ехать в горы, они придумать не могут. Хотя сами на самом деле не так давно с этих гор спустились. Вот в чем вся штука. Я не поддерживаю вот эти вот вещи, когда люди начинают идентифицировать по национальному призму, по происхождению, по региону и так далее. Там езжай в свои горы, пасти своих овец. То есть примерно то же самое можно сказать очень большому количеству членов команды Хабирова. Например, тому же Забелину можно посоветовать возвращаться в свою собственную Москву и гулять по Садовому концу. Да, мы много раз обсуждали действительно этот список региональной единой России, кандидатов в Госдуму. Там действительно с какого-то перепуга, как говорится, оказались на лидирующих позициях люди, которые до этого никакого отношения к республике Башкортостан практически не имели. Но тут, мне кажется, этот вопрос может быть связан и мотивирован не только какими-то националистическими взглядами, а в целом попыткой, так скажем, объяснить, как работает представительная демократия. Потому что все-таки человек, который больше причастен к Дагестану, нежели к Башкортостану, или к любому другому региону, неважно, горы там или степи и так далее, он должен представлять интересы жителей того региона, к которому он изначально относится. Это ведь представительная демократия, разве не так? Гаджимурат Амаров... Нет, конечно, конечно не так. Конечно не так. Это извращенное представление о представительной демократии. Начнем с того, что и вы, и ваши зрители не имеете никакого понятия о биографии господина Амарова. То есть он уже очень давно не имеет прямого отношения к Дагестану, очень много лет проживает в той же самой Москве, откуда взялся, например, тот же Забелин Морзаев. И прочая вся вот эта шайка Лейка Хабирова, да и собственно сам Хабиров больше провел времени в Москве, чем руководил здесь Башкирии. Эта логика абсолютно извращенная. То есть, следуя вашей логике, нужно и Хабирова вернуть в Москву, а лучше в Вену, лучше Морзаева вернуть в Москву, а лучше в Осетию, лучше Забелина вернуть в Москву. Нет, мы к этому не призываем. Если у нас уж так получилось, что вот такое руководство есть, то мы будем требовать от него работу, а не нахождение по месту прописки. Так что, Айдар, тут вы на самом деле не правы, равно как и ваши зрители. Но все-таки Морзаев и Забелин это не депутаты, да? Это чиновники, это исполнительная власть. Эти граждане тем более должны жить по месту прописки, ну, следуя вашей логике. Почему же? Ну, а что они тут делают? Они совершенно не понимают интересной власти. Так они исполнительная власть, а не чиновники, которые исполняют законы, придуманные законодательной власти. Но при этом они совершенно не понимают интересной власти, следуя вашей логике. Они же понаехавшие. Ну, мне кажется, что интересы это депутатская вещь. Ну, хорошо, ладно. Я пытаюсь вас отговорить от этой концепции. Да, пожалуйста. Хорошо. Алла Яковлева, вот, например, кого я имею в виду, кто мог бы представлять интересы местного населения. Алла Яковлева, Леонид Бирюков, Руслан Нурдинов, Тагир Вахитов набрали необходимое количество подписей для прохождения фильтра. Одни в Горсовет, другие в Госдуму. Я про Тагира Вахитова. 16 тысяч, кстати, для Башкирии. Это же, как мне кажется, очень много, учитывая, что Евгения Коцуева набрала 500 подписей в Уфе, что тоже, кстати, сложно, на мой взгляд. Неужели вот не эти люди должны представлять? Вы вообще как относитесь к тому, что такие люди, как Алла Яковлева или Тагир Вахитов попадут в парламенты? Что они не попадут или что они попадут? Что если они попали бы? Вы приветствуете таких депутатов, в которых нет политического опыта? Ну, вот смотри, депутаты и люди вообще, это штучный товар, да, то есть нельзя обобщать. То есть я бы не ставил рядом Тагира Вахитова и Аллу Яковлеву, да, я бы ни в коем случае не ставил рядом там Евгению Куцуеву и, там, вот, господи, Леонида Бирюкова, значит, Бирюкова, да. Вот всех этих людей, кроме Тагира Вахитова, я знаю лично. Естественно, они, ну, абсолютно ничего общего не имеют между собой, очень разные качества, очень разные потенциалы, очень разные способности. Ну, если бы меня спросили, за кого я голосовал, я бы ответил, да. То есть тут решение должны принимать люди. Должны ли они быть в парламентах или представительных органах власти только по принципу того, что Алла Яковлева родилась на улице Шатару Ставеля? Конечно, нет, безусловно. То есть это недостаточно для того, чтобы представлять население. То есть в моем представлении хороший парламентарий – это тот, кто понимает как. Потому что понять, что, недовольно несложно. То есть получить, собрать информацию с региона, с территории, там, с города или района, ну, для этого просто нужны некие механизмы, которые существуют. А вот чтобы понимать, что делать, для этого нужно образование, интеллект, для этого нужен кругозор, желание и понимание, как это делается. Только комплекс вот этих качеств даст нам нормального депутата, понимаете? Еще бы неплохо, чтобы он был психически здоров. Вот я вообще большой сторонник того, чтобы принудительно обследовать кандидатов в депутаты, которые, ну, вот, вернее, как принудительно, чтобы он давал согласие, если он хочет быть депутатом, он должен дать согласие на обследование. Потому что слишком много появляется людей, производящих впечатление недоровых. Еще, еще, да, еще одну преграду придумаем, чтобы можно было успешно. Это не преграду, это мера предосторожности, понимаете? У нас, знаете, так называется все, что сейчас ограничивает доступ. Депутат коммунист в городе Милиузе взял и руками убил своего избирателя. Насмерть убил. Депутат коммунист от КПРФ. Вот на прошлой неделе, 5-го числа. Это, вот, если он не здоров, если это выяснится в процессе следствия, то мое предложение, по-моему, более чем уместное. А следствия кто должен проводить? Следственные органы, естественно, сейчас. Которые подконтрольные кому? Что? Которые подконтрольные кому в том государстве, где неполюралистическое политическое пространство? В нашем государстве МВД напрямую предпочиняется президенту Российской Федерации. То есть, чьим-то политическим интересам, вероятно, в некоторых ситуациях? Ну, я бы не сказал, в случае уголовного следствия какие-то политические интересы. Просто выясняют, человек псих или нет. Хорошо. Если мы говорим про коммуниста-убийца из Мелиузы. Хорошо. Приезд Владимира Путина в Башкирию, встреча с Радием Хабировым, обсуждение каких-то ключевых вопросов, в том числе, там, открытие завода Цемикс Ласселсбергер и так далее. Что это вообще было? Понимаете, некоторые задаются вопросом, почему Владимир Путин приехал на открытие завода, обычного завода вроде бы, да, ну, то есть, открытого частниками и так далее, частным лицом. Почему? Не просто частникам, а еще иностранцам. Это вообще, конечно, да. Но у Путина очевидный дефицит успехов сейчас, это понятно. То есть, мы видим, как падают наши самолеты, как, ну, там, все остальное у нас в виде мультипликации политических, военных, экономических успехов. Кот наплакал, но приходится скрести по суседкам. То есть, это отвечая на вопрос, почему он приехал какой-то там маленький заводик открывать. Что, что касается значимости этого визита для Башкирии, ну, для любого региона, приезд Путина, это всегда, как бы, ну, манна небесная в политическом смысле. То есть, это всегда, это все облачается в одежду возрастающего доверия к губернатору. Ну, не всегда это так на самом деле. То есть, насколько мне известно, отношение к Хабиру в Кремле более чем критическое. Они понимают, что, ну, что он значит на самом деле, исходя из тех критерий, которые у них существуют. А это очень строгие критерии. Соответственно, тут я бы не переоценивал этого события. Ну, приехал Путин, открыл завод, назидал Хабирову провести газ там куда-то. На мой взгляд, более забавным было то, что Хабиров подсадил ему этих вот девушек под видом работниц завода, вот этих чиновниц из местной администрации. Это было смешно. Хотя я абсолютно уверен, что и охрана, и сам... Ну, Путин мог и не знать об этом лично, но службы безопасности точно знали, кто эти тетеньки, и, в общем-то, снисходительно отнеслись к этой проделке, сочтяя это, ну, допустимой, там, какой-то, ну, шуткой, манипуляцией со стороны губернатора. Я понимаю, наверное, что губернатор не уверен в своем населении, не допустит, что там простой рабочий сел напротив Путина. Вот пришлось так поступить. Так что я не могу сказать, что это грандиозное событие. Ну, приехал Путин, уехал Путин. По поводу этих людей, которые причастны к властям, и которые представились как сотрудники завода, все-таки, как вы думаете, окружение Путина, команда Путина взглянули и подумали, что, ну, хорошо, хорошая шутка и так далее, ничего страшного, либо они посмотрели на это как на необходимость какую-то? Нет, но они очевидно... Вот для нас неизвестно, как оценивает Путин подобные выходки. Может быть, ему вообще все равно, кто сидит напротив него. Вот мы не знаем, да, Путин сложная фигура, наверное, в будущем мы как-то будем в этом разбираться, там, может, кто-нибудь нам расскажет, а может быть, он какие-нибудь мемуары оставит, не знаю. Но администрация, и как я знаю, как устроено, я участвовал в нескольких подобных мероприятиях, как устроено все это. Конечно, та сторона, ну, организаторы со стороны кремлевской администрации, конечно, ну, поняли, что Хабирову пришлось подсадить каких-то тетин. То есть он не смог найти нормальных рабочих, которые нормально бы что-нибудь высказали. Вы же понимаете, что тетеньки вместе с Хабировым сидели в этом санатории в карантине. То есть это было не спонтанным решением, там, быстро привезли трех теток из администрации, там, отмыли их, умыли его, причесали и посадили. Они просидели в карантине в этом санатории, их готовили, им объясняли, что говорить. Это было абсолютно сознательное решение. Точно так же там сидели рабочие, да, ну, выбрали тетинек из администрации. Конечно, ну, любой здоровый, нормальный человек оценит это как неспособность сделать, ну, достоверный процесс, ведь пришлось там Хабирову устраивать цирк. Ну, ничего такого фатального наверняка в этом не будет, потому что вообще все поездки Путина, это сплошной цирк, так что мы не исключаем. Владимир Путин приехал не только в Башкирию, но и в Челябинскую область. Из-за того, что там пожары, он облетел, так и посмотрел на ситуацию, так коротко скажем. В Башкирии тоже в южных районах масштабные пожары, до сих пор территория, охваченная огнем, довольно большая, помогают этот огонь тушить волонтеры. Хабиров недавно отреагировал на оперативки вот так. Не совсем трагичная ситуация. А потом полетел туда на вертолете, и даже там какой-то пикник у них был, да, но и он обсмотрел территорию. Что вообще происходит? Вот это отношение власти, тем более волонтеры заявляют, что в некоторых случаях чиновники не сообщают им подробности, и что им не дает оперативно реагировать на быстро меняющуюся ситуацию. Как вы оцениваете? Ну, Хабиров здесь очередной раз ошибся с реакцией. Помните вот эту историю с сгоревшими пенсионерами там? Ну, много у нас было историй. То есть он как политик не готов, не умеет быстро реагировать на сложившиеся кризисы, это лишний раз говорит о том, что никакой он там не матерый политик, как его там преподносил в свое время Мурзагулов. Очередная ошибка. Человек должен совершенно начал реагировать, ну, на его посту, да. Во-первых, вовлечение этих волонтеров, привлечение их ближе к себе и создание образа человека, который этому способствует, были бы ему только в плюс. Он даже до этого додуматься не смог. Занижение проблемы, попытка от нее уйти, это всегда тоже большой минус, потому что, конечно, в конце концов все равно станет известно, да. Там 70,5 тысяч гектаров сгорело, он говорит, что ничего страшного, ничего страшного. Мне иногда кажется, что он с себя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.